Всем привет! Сегодня мы находимся в поселке Маленькая Италия на нашей площадке. И сегодня у нас задача необычная, не интерьерная, а экстерьерная. Сегодня мы будем мерить всю центральную зону. Это нужно для того, чтобы сделать проект для ТСЖ и расположить хорошую уже площадку вместо того, что мы видим сейчас. Сейчас это полное безобразие. Но первое, с чего надо начинать, это делать обмеры, то есть снять текущее положение, снять текущую ситуацию. На данный момент у нас есть пустая зона, есть так называемое футбольное поле, есть по периметру некоторые растения уже посаженные, существующая вот эта вот колоннада, она у нас по центру идет. Есть люки, есть вот разные фонари и другие объекты. То есть первое, что мы сделаем, это сделаем обмеры. И сегодня у нас день обмеров, где мы вместе с нашими помощниками и архитектор Эмиль Зайнулин покажет, как правильно делать обмеры, какие-то даст рекомендации для экстерьерных работ. У нас сегодня задача обмерить площадку общую коттеджного поселка. Жильцы собрались и решили сделать благоустройство. Есть какой-то начало, есть концепция, но теперь задача у нас сделать подробные чертежи. Начнем с обмеров. Сделаем ситуационный план того, что мы имеем сейчас. Для этого нам понадобится хорошая погода, такая солнечная. Вчера был дождь, сегодня уже лучше. Поэтому мы сделаем сегодня обмеры по высотам и обмер по горизонтали, привязку всего, чего мы видим на этом участке. Для этого нам понадобятся вот такие вот инструменты. Думали, их будет меньше, но для этой задачи необходим именно такой состав. Вот эти вот приборы покупать не обязательно дизайнерам, кто занимается больше всего интерьерами и даже какими-то небольшими ландшафтами. Это, в общем-то, лучше взять у друзей-строителей. У тех ребят, которые занимаются фундаментами, начиная от фундаментов, точно есть такой нивелир. Вот. Ну, кто по заморочению, может и купить. Но не совсем оправданно. Вот мы взяли у своих ребят-строителей. Такой формат тоже неудобно. Интерьерные принципы использовать, да, А4 уже не получится. Вот лучше А3 использовать формат. Мы взяли старую доску, на которой уже особо не работаем. На ней вполне, я думаю, будет удобно. Удобно делать записи и обмеры. Фотографический штатив нам тоже может пригодиться, особенно если вы в одиночку делаете обмеры, для того, чтобы фиксировать стандартные лазерные нивелиры, приборы через бленду, через адаптер. Фиксируем. То же касается. Вот это нам не пригодится. Это больше интерьерная штука, лазерный нивелир. Может быть, на каких-то локальных обмерах здесь и поможет он для привязок. Вместо него мы для высотных отметок используем нивелир аналоговый. Обязательная штука, обязательная для таких целей, это рулетка минимум 50 метров. Вот такого формата. Без нее никуда не деться. Обмеры такого плана сделать невозможно. Дальше, что у нас тут в сумке есть? Больше интерьерные вещи, всевозможные приемники луча. Вот есть угломер. Возможно, где-то что-то локально нам, если померить, тоже полезная штука. Ну и, естественно, какие-то, я думаю, у нас здесь вот ручки, карандаши имеются для того, чтобы записать. Вот такая вот сумка с собой отправляется у нас на интерьер. И сегодня же мы ее взяли и для экстерьерного обмера. Волшебная сумка-котонка поможет в целостной сохранности привезти весь необходимый инструмент, салфетки, сапоги. Здесь сапогов нет у тебя? Сапоги должны быть в багажнике обязательно, желательно и термос. Я обещал рассказать, почему нам нельзя глушить автомобиль при выездах таких. Ну, сейчас, конечно, разве что... Вместо можно глушить. Да, можно кондиционер включен оставить, но зимой крайне важно, мы очень мерзнем на обмерах, и, как правило, нужно где-то греться. Соответственно, чтобы машина не остыла и можно было погреться, желательно ее оставить с отопителем в заведенном состоянии, как-то так взять с собой термос, хорошенько одеться в специальную одежду. Это обязательно нужно учитывать, иначе обмеры сорвутся, результат будет плачевный. Выезд будет пустой, еще раз придется дублировать. Вот. Сегодня мы, как я уже говорил, два типа обмеров произведем. Вот этот участок мы видим с переменной высотностью. Ну, на самом деле, как правило, если вы хотите точно, гарантированно убедиться в том, что у вас нет перепадов и все в одном уровне, лучше взять с собой какой-то инструмент, который определяет рельеф, и с помощью него вы можете точно гарантировать это. Рельеф всегда клево. Какой инструмент определяет рельеф? До рельефа минимум вы можете с собой даже интерьерный лазерный построитель плоскостей взять. То есть он в горизонтальном положении, можно хотя бы хоть как-то на длине луча, там, 20 метров вам это позволит, в принципе, зафиксировать, есть ли какой-то перепад существенный. Чаще всего он есть, ничего такого нету горизонтально плоского, разве что какие-то стадионы и совершенно ровные парковки, площадки. Визуально лучше здесь не доверяться взгляду, а взять с собой контрольный мир. Ну, можно, кстати, заморочиться, если нет под рукой электронных приборов, можно и водяной уровень тоже использовать для этих целей. Правда, это совсем неинтересно, возиться с этой водой, заливать, и обязательно требуется помощник. Так, современные средства позволяют обойтись даже, даже при такой задаче, можно, в принципе, заморочиться и сделать в одиночку этот обмер. Тоже полезно научиться это делать, но в идеале, конечно, лучше наладить работу так, чтобы найти себе партнеров на аутсорсинге, которые действительно делают очень качественно эту работу, вот, и если она состоится, на выходе вы получите хороший ДВГ, ситуационный план, который можете уже использовать в проекте. У нас здесь немножко другая ситуация, мы решили самостоятельно сделать эти обмеры, по причине того, что мы хотим точно быть уверенными, что этот объект имеет правильные замеры, и нам не на кого будет обижаться, если вдруг что-то не сойдется на финальной рабочей документации. Вот, если есть малейшие сомнения, либо какие-то условия, которые не позволяют выводить эту часть на аутсорсинг, лучше научиться, как минимум, делать самостоятельно, и в некоторых случаях, вот, как я рассказал, использовать уже эти свои знания. Для начала мы определились, что нужно взять с собой, а теперь последовательность, что мы делаем. У нас есть специально чистый лист, иногда у вас может быть какая-то заготовка, лучше даже, чтобы была, но мы решили все с нуля показать. Вот у нас есть белый лист. И задача отобразить в первую очередь не высоты, а в первую очередь именно в горизонтальной проекции, сделать план нашего участка, накидать эскизно. Это первый этап. Все, пока, пауза. Становимся примерно в центре площадки, чтобы был хороший обзор, так как нам приходится объять необъятное, примерно понимаем сперва внешний контур, форму саму. В данном случае форма у нас такая очень интересная. Мы видим ровный угол, вот, в той дальней точке. И если проложить диагональ, мы видим примерно какой-то плавный поворот дороги, некую дугу и две прямых. Вот, получается, граница участка с заборчиком и граница по проезжей части. Мы видим, что условно они прямые, поэтому форма у нас получается примерно треугольник, образующий вот этими гранями прямыми и ровным углом, и некая дуга. Надо по плану сверху, по гуглу показывать, как они так визуально появились. Ну, можно подготовиться, я еще раз говорю. Можно на месте, можно подготовиться. Смотря какие условия. В нашем случае вот белый лист и ничего нет, есть глаза человека. Все, больше ничего нет. Гугла нет, интернета нет. Мы выехали, вот уже сейчас находимся на площадке и анализируем форму. Понимаем, что вот наш угол, поэтому берем там захватом максимально на листе, крупно, примерно накидываем наши две грани. Мы видим, что они примерно равны. И видим, что есть здесь некие проезжие части. И вот наша дуга. Пока похоже на правду, вот такой формы у нас наш участок. Не видно так и ничего. Вот, дальше мы понимаем, что где-то мы находимся, вот я прям смотрю угол, угол сравниваю и понимаю, что я нахожусь где-то вот в этой точке. По двум граням. Соответственно, определяем следующую градацию наших масштабных каких-то крупных элементов. А в данном случае мы видим нашу пергольную конструкцию, которая полукругом оформляет вот эту часть. И понимаем, что она примерно вот такой формы. И с выходом получается вот в эти зоны. Также мы сразу понимаем, что есть у нас элементы важные, ситуационные. Это входы в наш парк существующий. Где-то здесь они находятся. И также мы видим, как у нас от центра площадки, немного левее от угла, уходит дорожка. Мы ее наметили. Возможно, дальше какая-то будет корректировка. Возможно, этот угол у нас немного смещен. Но нам с чего-то нужно начать. И дальше мы будем детально уже углубляться в привязочные размеры. И выясним, в чем тут искажения могли возникнуть. еще какие крупные элементы мы могли бы здесь выделить? Ряд дорожек. Если есть возможность их проанализировать, распознать, вот здесь я вижу, есть дорожка тоже, которая идет плавной дугой, мы можем ее нанести условно. опять же, если вдруг у нас что-то вызывает сомнение, мы можем переместиться, уточнить. Вот в данном случае мы не видим ту нижнюю часть. Но сейчас туда перейдем и зарисуем ее отдельно. Сейчас пока фиксируем вторую дорожку, которая имеет выход примерно в зону вот этого входа. И полукругом заканчивается во второй зоне отдыха. все наметили. Больше мы здесь визуально крупных элементов видеть не можем. Разве что вот эту вот площадку нашу бетонную тоже зафиксируем сразу. Она имеет форму тоже подковообразного такого круга. И вот какая-то здесь есть сцена деревянная. И видим деревянный настил. Тоже фиксируем крупными мазками. Не обязательно вникать точно прямо в деталях. Также мы видим вот спуск с этой стороны и ряд дорожек по этому периметру. Вот. Уже формируется некая структура, которую мы дальше будем развивать и детализировать. Сейчас можем переместиться в зону, которую отсюда нам тяжело распознать из-за рельефа и на месте зарисовать вот этот угол нашей площадки. на месте зарисуем не попавший сейчас в наш визуальный контроль угол площадки. Вот он. Мы его сейчас не видим, перемещаемся отсюда сюда. Сейчас мы переместились вот специально в тень, чтобы было видно хорошо и зафиксируем нашу область, которая не была видна с той стороны. Она у нас более детализированная, поэтому мы не увлекаемся этой детализацией, а просто фиксируем важные элементы. Вот мы видим подпорную стеночку с скамейкой и это для нас важная грань и видим ряд дорожек. Поэтому крупными мазками понимаем, что здесь вот как-то так у нас выходит дорожка, выходит она сюда, дальше здесь она у нас имеет выход в эту зону и вторая дорожка у нас где-то здесь. И вот эту интересную нашу зону также фиксируем. Она у нас имеет форму дуги. Вот она наша подпорная стеночка, лавочка. Эту форму нам важно зафиксировать. Она имеет какое-то продолжение, вот видно, здесь плавно соединяется. с дорожкой. Все, в принципе, мы сделали некую схему условную. Далее мы можем опираясь на нее привязывать каждый элемент, дорисовывать, зарисовывать, что-то будем выносить на отдельные листы, что-то будем фиксировать на этой схеме. Начнем с крупных привязок, опять же. вернемся на нашу точку базовую и от нее начнем привязывать крупные элементы, которые мы зарисовали. Сейчас мы начнем обмерять и для того, чтобы уйти с объекта с необходимыми размерами, чтобы потом можно было на компьютере воссоздать это все в чертеже, нам нужно привязать допустим, вот этот сложный элемент криволинейной нашей пергольной конструкции. С чего мы начинаем? Опять же, с горизонтальной плоскости и привязка колонн. Это самое главное, что мы делаем. То, что стоит на земле, на этой плоскости. И саму площадку, мощеную площадку, ее грани привязываем. Такую детализацию, как светильники и прочее, можем отложить на следующий этап в итоге привязываем только несущие главные элементы. Для начала опять же развиваем эскиз. Уже зарисованный наш зарисован наша ситуационная схема в крупных элементах. Мы начинаем привязывать непосредственно колонны. У нас будет задача сейчас обмерить внешний периметр колонн, поэтому мы указываем именно их распределяем. Считаем справа количество. В данном случае мы видим раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать колонн. И видим центральную группу из двух колонн и по бокам тоже группу. Между ними расстояние меньше, поэтому мы тоже это учитываем. Зарисовываем с первой группы, выделяем отдельно. Вот у нас получается центральная группа, мы видим, что она квадратная, такая же у нас на выходе. их отдельно фиксируем. И уже понимая, что у нас форма квадратов здесь присутствует. Между ними мы видим раз, два, три, четыре, пять, шесть колонн, по шесть колонн. Размечаем с отступом у нас здесь колонны крайние, с меньшим. Так, у нас получается меньше даже. так, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть колонн. шесть колонн здесь, шесть колонн Раз, три, четыре, пять, шесть. Одно лишнее нарисовал, но ничего страшного. Просто смещаем. Стоит, четыре, шесть. Вот так вот. по внутренней части у нас получается раз, два, три, четыре, пять. На одну колонну меньше. Тоже здесь отступ меньше. Раз, два, три, четыре, пять. Три, четыре, пять. Все верно. Теперь у нас задача эти колонны привязать. Так как мы имеем дугу, нам не только нужно замерить расстояние между колоннами, а еще и зафиксировать как можно больше диагональных привязок какой-либо точки. Для этого мы определяем эту точку, возьмем какой-то элемент, который будет в каком-то прямом доступе, неизменным, к которому мы можем всегда вернуться и привязать к нему. Например, можем выбрать какую-то одну из колонн вот этого центрального входа и от нее делать диагональные привязки. Давайте возьмем вот эту наиболее открытую колонну и условно возьмем ее в какой-то центр. на прямом доступе мы можем ряд колонн отметить. Вот наш будет центр колонны, это точка привязки. Эту колонну мы поподробнее давайте зафиксируем на нашем чертеже, запишем ее характеристики, вот диаметр нам надо будет определить. Зафиксировать. понимаем по плитке хорошая удобная привязка тоже, кстати говоря, можем сразу отмечать 65 миллиметров от шва плитки и с этой стороны тоже мы видим 70 миллиметров, поэтому можем вполне себе точно замерить и понять диаметр этой колонны. 390 база колонны диаметр. Если такая возможность есть, лучше это сделать подробно, вот как мы сейчас сделали точно. Мы зато уже уверены, что база у колонн 390 миллиметров. Фиксируем ее на сноской на листе. диаметр 390 записываем. Все, у нас есть понимание база. База. И понимаем нашу точку привязок. Далее, если позволяет освещение в нашем случае, это не очень будет удобно делать при ярком солнце. Если вечернее время и есть возможность увидеть лазерный луч, то лучше, конечно, воспользоваться лазерным прибором. Давайте попробуем сейчас произвести замер. Лучше мерить от освещенной поверхности к теневой. В данном случае у нас в тени базовая точка находится, поэтому может получиться у нас и так замерить. от противоположной колонны в нашу базовую точку производим несколько замеров. Так как у нас криволинейная плоскость, могут быть искажения, видим мы 3741, 3738, 3741. Понимаем, что средняя величина 3740. 1 миллиметр, 2 миллиметра, 3 миллиметра нам не нужны, мы их не записываем, округляем до второго знака. После запятой получается у нас вот эта величина 3740. Мелковат конечно получается, но ничего. если вдруг чертеж будет насыщен, можем выносить крупнее элементы. Сейчас у нас задача вам объяснить именно с чего начинать и какую последователь проводить именно в этой сложной ситуации с криволинейными привязками. Второй тип замера он простой, здесь понятна структура, у нас расстояние между колоннами, скорее всего какие-то кратные и равные. Здесь классический обычный обмер. Понимая диаметр колонны мы с вами просто расстояние от базы до базы фиксируем в данном случае 490 миллиметров и если память инструмента позволяет можем следующий замер также сделать и только после этого пойти фиксировать на бумаге результат. Вот здесь как раз мы видим вернее не видим точки лазерного луча и понимаем это та история когда мы должны вернуться к аналоговому прибору. 490 миллиметров между колоннами 490 фиксируем и берем дальше берем дальше рулетку и здесь уже мы должны вдвоем действовать. важно понимать у рулетки может быть вот такая конструкция универсальная вот такая конструкция это для того чтобы куда-то подвешивать соответственно мы понимаем что ноль будет на верхней грани карандаша есть всевозможные вот такие зацепы соответственно мы понимаем что вот он ноль в данном случае именно в этой плоскости поэтому проверяйте инструмент где ноль вот можно разглядеть отметки с этим могут быть ошибки часто меряют от вот этой грани это не очень правильно то здесь порядка двух сантиметров получается погрешность только из-за этого всегда находите вот такой зацеп либо подпись где все-таки ноль если этого нет можно от десяти сантиметров отметки обычной второй рулеткой линейкой замерить замерить где находится ноль частенько бывает это все стерто на старых рулетках вот это лучше сделать проверить поэтому в нашем случае вот она плоскость нулевая до центра проверяем все у нас хорошо с размещением мы видим здесь 3 метра 60 сантиметров 3600 миллиметров до этой базы записываем наше расстояние шага 3600 дальше мы проверим шаг каждой колонны чтобы понять насколько насколько построено верно четко и точно нам это тоже важно будет проанализировать в общем у нас такая задача проверить как это все сделано далее нам нужно привязать элемент важный нашей диагонали в пространстве нам здесь тоже поможет поможет элементарная геометрия то есть мы диагональ бросим от угла и до тоже привязочной точки вот я думаю нам хватит длинные рулетки додянуться до нашей базовой колонны соответственно у нас не меняется точка привязки но появляется новая новая точка и она будет вот углом нашей площадки давайте вот на угол прям поставим зафиксируем и я начинаю перемещаться к базовой точке здесь помощник должен быть человеком сильным держать нулевую позицию я должен хорошенечко натянуть нашу рулетку для того чтобы получилась получилась правильная диагональ вот можно посмотреть как она может быть кривой изначально и мы ее с нашим сильным помощником хорошенечко натягиваем и дотягиваемся до нашей базовой точки вот она мы понимаем что у нас красная отметка 29 метров показывает и 25 сантиметров итого у нас получается 29 тысяч 250 миллиметров если вы меряете ряд привязок например каждую колонну к базовой точке можно просто использовать размотанную рулетку так работа пойдет быстрее теперь мы получили с вами диагональ 29 тысяч 500 250 миллиметров мы ее запишем мы находились в этой точке и перемещались к нашей базовой точке поэтому диагональ будет у нас диагональ будет от угла площадки от этой части до базовой точки 29 29 250 миллиметров таким образом мы можем промерить каждую колонну диагональ мы можем привязать противоположные данные точки какие-то выборочные можем этот угол также привязать если на пути у нас не будет мешать колонн ничего страшного если мешает перемещаемся тут же в другую любую привязочную точку и отмечаем но главное у нас здесь еще вторая часть замеров привязки нам дадут если воспринимать как радиус это у нас это у нас получается привязки в радиусном отношении теперь нам нужно еще привязать и саму кромку верхнюю грань дуги если получается для этого кстати говоря того чего у нас сейчас нет пригодился бы элементарный шнур который можно натянуть и от него мы можем привязывать высоты так называемые и поделить на сектора это нам позволит выстроить дугу более точно и проверить ее геометрию когда мы будем оформлять чертеж сейчас может возникнуть вопрос как мы все это привязываем то есть как эта точка привязана еще к какому-то месту мы сейчас это не сможем геометрически до конца понять у нас сейчас задача как можно больше собрать логических данных которые помогут из из этого набора данных воссоздать эту картину и уже превратить в настоящий обмерный чертеж больше не выезжая на объект поэтому у нас сейчас нас не должно волновать как именно где привязаны нам просто нужно собрать какой-то массив данных проверочный который позволит за чертежами найти именно те расстояния те точки которые действительно в реальности существуют об этих способах мы тоже отдельно расскажем когда будем рассказывать про то как оформлять чертеж и как мы как мы эти данные сопоставляем и где мы сомневаемся в данных и как нам помогают дублирующие проверочные данные размеры принять правильное решение без выезда на объект и быть уверенными что у нас обмер состоялся верно обмер верный и соответствует нашей реальности когда мы обмеряем нам может показаться что не хватает данных для привязки в пространстве каких-то точек здесь можно об этом не переживать у нас задача собрать как можно больше различных данных которые позволят нам проверочным методом методом взаимоисключения и пересечения так скажем этих размеров найти наиболее правильное расположение точки то есть эта работа уже за компьютером не в поле поэтому можно не переживать сильно из-за того что нет уверенности в привязке конкретного элемента в пространстве сейчас мы сделаем как раз замер самое интересное в данном случае это замер высотных отметок нам нужно убедиться убедиться в перепадах какую величину они имеют это очень важно для проектировщиков в дальнейшем для их работы поэтому мы должны начать с того что наш общий план понять где какие высоты мы будем фиксировать сейчас для того чтобы рассказать мы зафиксируем диагональную например диагональную либо 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 да вот это хороший диагональная наша прострел так называемый симметричный через через получается вот примерно ось да то есть получается через весь наш участок есть некая визуально ровная линия вот вот ее сейчас и зафиксируем ее высоты какова высота в том месте где мы стоим какая высота вот дальние части проезжей здесь и входа в парк какая высота мы зафиксируем то есть три высоты базовые они нам позволят сориентироваться переменности высот нашего участка наш аналоговый нивелир есть такая тренога есть высотная рейка и здесь кстати без помощника уже не обойтись этот способ геодезический требует обязательно двух человек один работает с рейкой второй работает с нивелиром будем вместе делать и собственно сам нивелир такой прибор и даже вот есть в комплекте отвес очень удобно прибор устанавливается на штатив фиксируется хорошенечко далее по пузыречку нашего уровня мы должны примерно его выставить в рабочее положение путем перемещения мы ловим его в центральное положение вот мы зафиксировали его центральное положение и важно прежде чем мы это сделали важно проверить какова высота нашего нивелира должна быть мы видим перепад вниз поэтому та часть требует как можно нижнего установки нашего нивелира и видим подъем в ту сторону если мы хотим за один раз привязать и ту часть и эту право левую нам нужно примерно сориентироваться что он должен быть и не очень низко и не очень высоко поэтому установим его на такой высоте и посмотрим подходит ли она нам когда мы начнем мерить высота установки прибора ее желательно привязать к стабильному покрытию в нашем случае центральная площадка она ровная ее возьмем как базовая высота высота у нас 985 миллиметров 985 миллиметров корректируем вертикальность уже точно нас это устраивает пока высота если если что-то поменяется в процессе мы сможем изменить эту высоту далее наш помощник перемещается на заниженную часть давайте рейку выдвинем максимально мы уже понимаем что здесь скорее всего у нас работать придется с максимальной выдвинутой рейкой и вот с этой отметкой можно рядом с баскетбольным кольцом например итак вот у нас рейка рядом с баскетбольным кольцом мы примерно понимаем где она находится на плане эту точку можем зафиксировать этой линейке и далее мы смотрим собственно в объектив еще раз проверяем вертикальность расположения для этого в положении замеров мы можем видеть это в зеркало вот здесь есть такая опция у нивелира вот оно зеркальце позволяет нам контролировать абсолютный горизонт нивелира и в положении замеров поэтому контролировать нужно всегда это очень важно наш пузырек воздуха должен находиться в центре круга вот в зеркальце можно увидеть периодически производят контроль потому что ногой можно задеть за прибор он может изменить свое горизонтальное четкое положение и обмер будет неверным проверили проверили вот уже сместился нас это не устраивает мы еще раз фиксируем настроив один раз этот прибор дальше если его не задевать мы можем много-много обмеров сделать поэтому можем потратить здесь время но оно оправдано вот у нас три ползунка позволяют выставить прибор точно вот я выставил доволен результатом еще небольшие колебания центр центр мы видим наш пузырек в центре круга находится понимаем что проверка произведена и делаем замер смотрим в объектив фокусируем здесь есть фокус находим нашу линейку находим нашу линейку и записываем данные в данном случае у нас 24 25 ровно 25 данные и потом уже в тепле за столом можно записывать величину высчитывать уже разницу между нашей высотой около 900 миллиметров нашего нивелира до базовой плоскости все привязки можем высчитывать и далее уже сидя в офисе за компьютером сейчас можем просто записать эту точку место ее размещения мы должны зафиксировать если это более-менее ровной поверхности не обязательно искать прям точную привязку если это вам важно быть уверенными что именно в той точке мы мерили лучше ее привязать и в горизонтальном плане три промеры каких-то диагональных каким-то известным объектом лучше сделать в нашем случае точка примерно вот здесь находится и записываем данные 25 в нашем случае нашей мерной линейки обратная сторона линейки имеет классическую систему метрическую миллиметровую можете мерить этой стороной можете мерить этой это более глобальная более грубая крупными мазками по 5 сантиметров грубо говоря и можно по квадратикам ориентироваться сколько это сантиметров миллиметровых здесь данных нет это для очень больших расстояний вот мы сейчас мерили как если бы это было совсем дальнее расстояние но если то же самое повторить с этой стороной я могу и до миллиметра померить нивелиру специально показал в режиме в режиме геодезическом не миллиметровом далее мы должны померить обратную сторону дороги и вот ее как раз я в метричке системе померю разворачиваем прибор штатив не трогаем разворачиваем прибор корректируем возможные колебания вот у нас здесь произошло смещение немножко фокусируемся на теперь уже мы сделали специально миллиметровую шкалу и можем замерить данные данные у нас 335 миллиметров то есть если у нас здесь около 900 было мы понимаем что 330 300 900 минус 330 наш остаток 670 миллиметров получается это высота входа в парк высота относительно нашей базовой плоскости вот такой подъем на всю эту величину можем зафиксировать сразу уже размер четкий точный два способа можете и тот и тот пробовать в принципе вычитание несложное но можно это и оставить для работы в офисе вот два способа итак по высотам теперь у нас есть три высоты три отметки наша базовая точка высота у входа в нашу зону и высота бетонной площадки соответственно также мы можем за один за одну настройку прибора промерить еще несколько высот по ходу движения лучше всего если высоты будут визуально в той же оси наших горизонтальных визуальных привязок например если у нас уже отмечена линия вот этого дренажа то высоту лучше померить в этой зоне не где-то вот рядышком да не не в пространстве а уже в привязанной части например у нас будет в любом случае какое-то пересечение дорожек соответственно этот угол для нас наиболее понятен для отметки лучше рейку приставлять сюда если есть какие-то основания приборов вот в газоне светильников или еще что тоже можно ставить линейку в основании светильника и таким образом мы привязанный элемент также будем по вертикали видеть его привязку еще интересная часть на нашем участке вот есть деревья соответственно мы можем в наш ситуационный план включить и по деревню по деревный план сделать зафиксировать какие деревья растут и какой у них диаметр диаметр мы должны фиксировать по стволу ближе ближе к земле ближе к корневой стены и в обхвате сама крона это нам позволит нанести опять же это все точно на наш будущий ситуационный план на подеревный план и использовать для генплана здесь мы видим деревья в нашем проекте останутся неизменными они уже высадили поэтому нам важно именно зафиксировать какие у нас есть деревья срубаться ничего не будет для ствола легче использовать обычную рулетку просто вот так не особо не заморачиваясь примерно понимаем что в данном случае диаметр 150 миллиметров дерево наше где-то вот здесь находится от дорожки получается справа 150 диаметр ствола и можно взять более крупную рулетку есть крупное большое дерево и опять же нет здесь привязок точных ровных мы можем примерно примерно от края вот даже тут есть колышек любое любое можно использовать какое-то местное местные какие-то предметы для того чтобы привязать и понимаем что у нас в диаметре крона 2 метра 90 сантиметров порядка не более чем даже 2 2 800 2 800 крона этого дерева это позволит проектировщику дальше оформить вполне себе точно крону этого дерева и если вдруг здесь будет какая-то конструкция детская площадка или еще что-то край дерева будет учтен и не будет представлена конструкция слишком близко высота у нас здесь сейчас не так важна потому что у нас ситуационная съемка если говорить про дальнейшее развитие что еще лучше сделать это конечно и высотные тоже отметки но мы их сегодня не захватываем нас очень много здесь высотных привязок это уже отдельная тема отдельная история пока мы только разбираемся непосредственно с землей на самом деле здесь можно рассказать про еще одну методику которую мы не включили как бы да но какая еще есть есть методика по фотографии фиксации очень полезная штука если вы уже выехали на объект с такими рейками например можно легко подойти к предмету вернее к строению какому-то в нашем случае вот этот ворота портал и приложив такую рейку можно сделать фотографию это тоже очень эффективный метод именно для таких больших объектов можно можно всегда по фотографии сидя уже в офисе определить его размеры вот для этого еще есть способ собственно не очень-то уже сейчас используется может быть стереофотосъемка как раз из двух объективов ведет съемка и затем получается как специальная фотография позволяющая иметь плоскую картинку эффективных таких нет удобного точно ничего нет здесь такая полевая работа и вот в основном все сводится в любом случае к аналоговым приспособлениям если мы говорим о как раз ландшафте если говорить про интерьер у нас вот сумки гораздо меньший набор инструментов требуется в основном лазерной технологии мы отмерили дерево круглое на плане отмечается как два круга маленький это ствол большой это крона и есть еще непосредственно кусты тоже кусты здесь сохраняются не будут церезаться возможно высаживаться будут еще какие-то но нам нужно зафиксировать именно эти кусты и здесь уже нас не интересует корневая система мы игнорируем нам нужен только их внешний контур поэтому здесь все просто меряем примерно понимаем какая форма вот я вижу какой-то более-менее пролит прямоугольник в плане ну и просто мы можем замерить условно 1000 на там если позволяет рулетка на 3 метра получается вот эта группа здесь все просто а вон интересный случай как в сторону растет видишь вот так же интересное у нас растение получается со смещением у нее массив есть видно что она уже ориентируем куда-то вот его даже подвязали пытаются выпрямить но мы видим что она хочет туда расти поэтому скорее всего если проектировщик что-то сюда заложит и если мы не покажем этот массив объем то может получиться что вылет этого растения его крона будет мешать поэтому мы его тоже учитываем на плане это будет показано как такой эллипс со смещенным стволом то есть проектировщик поймет где он ствол и почему-то крона крона развивается именно по диагонали в сторону поэтому это будет не круг внешний а эллипс смещенный меряем также можно условно в данном случае можно даже так померить 1800 у нас получается вылет вылет кроны получается у нас метр двадцать 1200 высоту так же удобно как и как и мы мерили архитектурные формы высоту можно померить рейкой фотографию сделать и дальше по фотографии можем ориентироваться сегодня мы хотели как раз рассказать про практические способы обмеров вот таких участков есть еще много всевозможных способов как это можно более расширенно сделать более профессионально но у нас задача за день сделать полноценный обмер и мы постарались уложить именно то что важно важно привязка к базовым точкам их может быть кстати говоря несколько может не хватить одной точки поэтому важно между собой привязать три точки второе важно высоты обязательно взять с собой нивелир на такой территории без него ничего не сделаешь поэтому инструменты важно понимать какие погода и помощник обязательно должен быть тогда мы сможем участок забрать с собой как можно больше цифр данных привязок и уже на следующий день заняться подробным схемой обмерной и получить для работы полноценный обмерный план итак мы закончили основную часть наших обмеров ребята идут после мастер-класса уже делать на самом деле обмеры а я иду сейчас склею то что получилось посмотрим как это будет выглядеть и уже потом в дальнейшем покажем какой обмерный план получился у нас уже в автокаде и как мы будем использовать для того чтобы сделать новую здесь площадь и новую детскую площадку и план озеленения увидимся